Их семья – две мамы, семимесячная дочка и собака. Шесть дней назад Латвийский суд признал, что Яна Яриновская и Лили Топори это являются семьей. Они стали четвертой парой в Латвии, которая признана официальным союзом двух однополых людей. Виктория Пушкила-Отто встретилась с ними. Вот такая мечта консервативной партии. Сначала мы встречались, потом мы обвенчались, потом у нас был брак, потом мы взяли собачку, сейчас у нас есть дочка, и мы думаем и будем скоро строить дом. Ну, такая добровцовая семья. Пару представителей ЛГБТ Яны Яриновской и Лилии Топори это административный районный суд Риги признал семьей на прошлой неделе, 15 июня. Их заявление было первым подобным обращением в Латвийский суд. Позже было подано еще около 30 исков от других пар. Яна Яриновская и Лилии Топори это уже четвертая однополая пара, которая в Латвии официально признана семьей. Вместе мы шесть лет, уже больше, чем шести лет, и три из них мы считаемся женаты, потому что мы съездили в Данию и поженились туда. Ну, Латвий, к сожалению, это не считается, но это было нам важно, чтобы, знаете, было бы такое чувство, вот многие спрашивают, почему вы женились? Да потому что просто хочется, чтобы это было бы серьезно, чтобы было бы это чувство, что это не так, что вот сейчас мы как-то поссорились, и, ну, все, буча, несота. Чтобы все-таки была бы какая-то связенность и какие-то обязательства друг к другу. Ты обещаешь свою жизнь, свое сердце с этим человеком проводить и в пустосте, и в нищете, и в богатстве. Ну, семь месяцев назад у пары родилась дочка Амелия. Совсем недавно было интервью, и нам спросили, а скажите, вы ребенка планировали? Ну, да, по сути, да, очень. Ничего скрывать отца нет. Мы пошли в клинику, мы выбрали донора анонимного. Пара живет в Огре, в доме, где выросла Яна. Соседи, говорят девушки, относятся к ним с пониманием и уважением. Все радуются, все рады нашей дочерью, что она родилась. Соседка, так как и мои оба родители, и Лилита оба родителей умерли, тогда соседка уже сказала, что она будет бабушка. Мы никак не можем решить, которую будем звать мама один и мама два. Ну, это бред. Ну, конечно, это все про то, что родитель один, родитель два. Ну, нет, это про то, чтобы в документах могли бы сейчас нормально записать, потому что в документах мама-папа. Ну, родители один, родители два. В документах в жизни мы друг друга называем мама Яна, мама Лилита. Я знаю, у нас пара, у которых есть постаршая дочка, которая уже одну маму называет мама, вторую называет мама. Признать семью семьей было делом принципа. В остальном, после решения суда в жизни Яны и Лилиты ничего не изменилось. Это приятно, то, что суд, то, что власти нас начинают видеть, но в таком, если в большом смотреть, ну, ничего такого большого это не дает. Если мы говорим по поводу лучшей интересы ребенка, это то, что, ну, вот если вдруг я решила бы, что, ну, все, эта семья мне не нужна, все, мне надоело, по сути, я подняла шапку и я ушла. У меня нету никаких обязательств к этому ребенку. Что я считаю, это неправильно. Мы вместе растим этого ребенка, и, значит, я должна бы быть, чтобы мне тоже, я должна бы, ну, алименты хоть платить. Впрочем, расставаться Яна и Лилита не собираются. Их планы на ближайшее время – строительство собственного дома. Возможно, Амеле еще какого-то братика или сестричку на подарок дать, дом построить. Ну, ничего такого традициональной семьи мы не собираемся уничтожать. Нам очень нравится, особенно наши друзья, у них прекрасные отношения, у них прекрасные дети, которые едут к нам в гости. И мы дружим. Виктория Пушкил-Отта, Харат Светсвагарс, Рус, ЛСМ.